Здравствуйте, дорогие друзья! Снова у нас вот такая красота под уклейку и мелкую рыбу. Аж три серии маховых, уклеечных, тире универсальных удилищ под, скажем так, небольшую бель. От фирмы Colmic. Это Colmic Record, Colmic Imperial Pro и Colmic Imperial Superior. Ну, по порядку. Рекорд знают, наверное, давно. Выпускается он давно. Он считается, эта серия считается бюджетной, относительно бюджетной, относительно всех остальных. И, скажем так, ее плюс универсальность. То есть я знаю большое количество людей. Да и сам я, когда тестировал их, пробовал их ловить и карася, достаточно крупненького. То есть, несмотря на то, что удочки позиционируются как углеечные, ну, теоретически как углеечные, альбарелла так называемая серия, ну, они все, да, как альбарелла, тем не менее, рекорд обладает достаточной толщиной стенок, усилением, да, стыков колен, что позволяет его использовать детям, женщинам, простым рыболовам, да, мужчинам, условно, даже на карасики. Понятно, что за карпом на него, с ним не пойдешь, но, скажем так, карася, да и, в принципе, там, ну, полкило, наверное, если с грамотным вываживанием, там, даже до килограммчика, карпик, он, она сдюжит, естественно, в подсачник и так далее. Но, тем не менее, это считается все-таки углеечные все серии, это я вам уже, собственно, опыта говорю, потому что одно дело написано, как говорят на заборе, проверял, ничего нет, да, как вот народная пословица, да, вот здесь вот то же самое, вроде как позиционируется углеечный, но, на самом деле, я понимаю прекрасно, что за счет стенок и так далее его можно рекорд использовать и не только для ловли уклейки. Значит, выпускается удочка в длинах 2,5, 3,4, 4,5, 5 метров. Имеются такие вот заглушки неопреновые, удобные. Вот кто фотон про фотон теле Махмахи и лидер мои знает, у Сабанеева, вот это точно такие же неопреновые заглушки, очень удобные. Все удилища комплектуются привитым спортивным хлыстом, китовый ус, так называемый, это все серии, это обязательные условия для уклеечных удилищ. Вот такая прививочка, вот такой усик, так его гнуть можно, больше не нужно, потому что рассчитана удочка на работу всего бланка под нагрузкой. Я сейчас расскажу быстренько измерение, дам, да, и в двух словах об этих удочках, а дальше мы понагружаем, как обычно, и строй просто, посмотрите. Значит, дальше здесь такая вот торцевая пробочка. Стыки усилены, как я сказал, везде. Ну и давайте, наверное, важный момент, это вес. Ну вот, смотрите, давайте я рекорды все измерю. Вот транспортная длина, а дальше про вес скажу. Значит, 114 они все. Дальше, толщина бланка вместе хвата. Давайте вот так мерить. Значит, пятерка, 23. 4,5. Ровно 20. 4, четверка. 18. 3,3, да, у нас остается. 3 метра. Ну, 16,5. И последнее у нас 2,5. 2,5 метра у нас 14. Так, теперь вес. В уклеечных удочках крайне важен вес. Что потом другими, скажем так, отдельно не снимать. Давайте сразу закончим, да. Ничего не разбираем, меряю. 204 грамма у нас весит пятерка. Значит, берем 4,5 метра колмик рекорд. 151 грамм. 4-х метровая. 122. 3-х метровая, 79. И 2,5. 65 грамм. Следующая серия у нас Emperor Pro от компании Колмик. Она позиционируется, ну, скажем так, как золотая середина между топ-версией Superior. И, скажем так, бюджетная относительно версии рекорд. Ну, соответственно, она сдвинута больше уже в уклеечную именно. То есть, она имеет более тонкие стеночки. Сказать, что она универсальная относительно тоже можно. Можно. Но здесь уже по рыбке я бы ее не рекомендовал использовать там на карпо. Тим абсолютно. Да, но вот платва, густерка небольшая. Вот это ее. И уклейка, конечно, тоже. Поэтому, скажем так, наиболее востребованная тоже длина 4,5-5 метров. Они тоже, как и все, снабжаются привитым хлыстиком. Ну, удобная, амортизирующая вещь. Также имеет усиленные стыки колен. То есть, это не тонкие колена, это не папирусная бумага. То есть, удочки достаточно добротные, надежные, с запасом. То есть, здесь нет такого, что, как говорят, там папирусная бумага, все проминается. Нет, совсем. То есть, я совершенно спокойно бы мог отдавать даже и детям половить, да. Потому что, действительно, она и легкая, и в то же время не требует прям вот сверхбережного обращения. Ну, конечно, рыбку нужно в подсадщик принимать. Это обязательно, иначе сломается. Значит, длина здесь 2 метра, 3 метра, 3,5 метра, 4,5 метра, 4,5 метра, 5 метра. По транспортной длине 2-х метровая. Ну, это, кстати говоря, очень популярная длина. Я даже, честно говоря, не знал, что такой популярностью она будет пользоваться. Очень многие детям берут на сотки ловить, там еще как-то очень удобная палочка. Значит, 111 транспортная, у трешки, у трехметровой транспортная 103, у трех с половиной транспортная 112. Так, а у предыдущей, то ли я ошибся, давайте еще раз 3 метра я измеряю. 103. Да, у трехметровой еще раз 112. У четырехметровой 112, у четыре с половиной 117, и у пятерки 120. Ну, опять же, диаметры, да? Ну, будем мерить примерно вот, понятно, что место хвата, да? Вот у рекордов часто берутся, так как она более универсальна, и на нее можно ловить там более крупную рыбу, чем уклейку, скажем так. Ее часто берутся вот под локоть. И поэтому я мерил вот примерно в этом положении. Вот эти палочки, они более деликатные, они более легкие. Поэтому, как все уклеечные удочки, именно вот целенаправленные, да, спортивные, из дорогого карбона, да, легкие, тонкостенные относительно, да, их уже можно брать вот здесь. То есть ее берут чуть-чуть под кисть, и немножечко вот она вот здесь заходит для вот такой вот упора такого небольшого. Поэтому я буду мерить, давайте вот примерно вот на таком расстоянии всех их. Значит, двухметровая диаметра 12, трешка трехметровая 18, 3,5, ровно 20, 21 диаметр четверки, 4,5, ну, 22, так, и пятерочка у нас будет 23. Соответственно, снабжены точно так же такими мягенькими заглушками неопреновыми. Внешний вид очень красивый, голубые палки, лак приятный, очень без каких-то там каверн, еще чего-то, то есть приятные, действительно, очень интересные палочки от компании Colmic. И перейдем к топовой версии. Она вышла, насколько мне память не извиняет, в этом году. 21-22 модельки 3, 3,5, 4, 4,5 и 5. По угольку здесь он подороже стоит, то есть это уже как бы сегмент такой профессиональный, то есть можно спортсменам брать прекрасно, а у них строй чисто уклеечный, да, это когда отрабатывает только верх. Хлысты точно так же привитые, как и у всех. Палки уже такие вот узконаправленные под уклейку и небольшую белую рыбу, то есть как бы, грубо говоря, размером с ладошку. Вот для такой темповой ловли такой рыбы, потому что я понимаю, что помимо уклейки может попасться там, как я вот часто отвлекусь, да, когда кормишь уклейку постоянно, да, через каждые 20-30 секунд подброс, да, при кормочке шарика, который делает облако, мути, и потом, когда уклейка уже рука намахалась, там, грубо говоря, ловить, да, берем, ставим глубину и ловим со дна. И на дне обязательно будет стоять у вас более крупная рыба, платва, густера, подлещик, и вот совершенно спокойно на эту же удочку можно ловить его. Позволит она делать супериор, но имейте в виду, что стенки здесь уже тонкие, карбон дорогой, а, соответственно, чем дороже удочка, тем она хрупче. И чем дороже и легче знак равенства, тем она хрупче, поэтому она требует более бережного с собой обращения. Но, тем не менее, кто умеет ловить, кто, кому нужно именно почувствовать деликатность, легкость и строй именно спортивной уклеечной палки, вот, пожалуйста, колмик Империор Супериор. В магазине она есть, запчасти для наших покупателей, которые у нас купили, будут купят или купили уже эти удилища, они тоже есть в наличии. И, конечно, по акции, как и всегда, они будут бесплатны в период действия акции. И обязательно тем, кто подписан на социальные сети. Значит, давайте по транспортной длине. Значит, трехметровая, 113, 3,5, 111, четверка, тоже 111, 4,5, 119 и пятерка, 122. Вот такая транспортная. Теперь меряю в примерно, ну, давайте вот в этом месте, там, условно, 25 сантиметров в месте хвата, диаметр. Ну, значит, у нас трешка в руках, 18, ровно 20, 21, это четверка, 4,5, 22, и пятерка у нас будет 23. Так, и по весу. Давайте вес. Я, кстати, по-моему, забыл империор про взвесить. Ну, давайте ее, а потом империор про вернемся. Значит, трехметровая, империор, ну, какая империор? Кормик, колмик, империор супериор. Три метра, 66 грамм. Три с половиной метра, 76 грамм. Четыре метра, 98 грамм. Четыре с половиной метра, 112 грамм. И пять метров, 137 грамм. И давайте империор про. Значит, двушка, 49, трехметровая, 77, 3,5, 95 грамм. Четырехметровая, 120, четыре с половиной, 135, и пятерка, 160. А вот, кстати, еще раз вешу эту пятерочку. Да, она 137. Так что, вот то, что мы видим. Теперь сейчас раскладываем и посмотрим строй. Ну вот, мы разложили всю нашу красоту. Константин Михайлович нам поможет. Значит, начинаем также с бюджетной серии пять метров рекорд. Вот, смотрите, насколько я могу показать вам вдоль камеры, да. Это вот быстрые палочки всем быстрого строя. Вот она универсальна. Видишь, видите, работает не только хлыстик, а чуть дальше, немножечко под сильной уже нагрузкой достаточно. Ну, больше я и грузить не буду. Дальше построю. Вот, на потрях, как говорят. Да, вот, смотрите, какая пика. Вот она тут же встает. Смотрите, раз. Вот она встает. Вот все они, все они точно из такого же строя. Ну, давайте дальше. Берем четыре с половиной. Также я трясу. Вот такая же пика. Запас чувствуется, сразу скажу. Колено от слова совсем не бумажные. То есть, толстенькие, прочные колена. не знаю, по какой причине они ее позиционируют, как уклеечную, но достаточно мощненькая палочка. Никаких вопросов. Сдюжит она и с карасиком совершенно спокойно, ну, при правильном умении, естественно. Ну, вот такой строй. Это четыре с половиной. Дальше. Трех. Нет, вру. Это четырех. Четырехметровая. Одна из самых востребованных удилищ. Вот смотрите, здесь уже вырабатывается практически хлыст. Ну, чуть-чуть тоже, да, дальше уже пошло второе колено. Я уже просто сильно очень тащу вверх. И уже смотрим, да, смотрите, строй. Вот такая пика у нас. Видите? То есть, кто хочет уклейку, универсальную, не очень дорогую палку, но фирменную, с хорошего угля, качественная, вот, колмик рекорд четыре метра. Наиболее востребованная длина. Ну, как вы видите, они все одно устрою. Так, еще остались у нас две. Это трехметровая палочка. Ну, вообще пика. Опс, тут же, прям встает мгновенно. Ну, смотрите, здесь даже вот, даже не знаю, что здесь показывать по строю. То есть, быстрая, скоростная палка для ловли практически, ну, любой бели, я бы, наверное, сказал, даже до килограмма, там, до 800 грамм, ну, при умении, да, но это двухметровая палочка, она же больше, похоже, построена на чистую клеечную, но, опять же, с очень хорошим запасиком. Вот, видите, какая. То есть, коротыш такой, крохотный для лодки, быстрая подсечка, можно для ловли уклейки, когда вы подсекаете, проводите, грубо говоря, несколько сантиметров поплавок на подсечке, вы сразу рукой чувствуете, за счет хорошего уголечка, есть там рыба или нет, и для того, чтобы не тратить вам время на перезаброс, вы оставляете, точность так же, снасть поплавочка вновь встает, да, и вы не перебрасывая, вы можете вот так вот на двух-трех подсечках пока оставаться на пятне прикормки и тем самым, сэкономив время на, ну, чтобы холостые подсечки у вас не были, да, и не было перезаброса, вот так экономите время, это такой совет. Значит, Imperior Pro, пятерка, следующая серия, сейчас пока трясу, смотрите, она легче лежит в руках, она такая же быстренькая, видите, но она легче, ну, по быстроте она так же практически восстанавливается, но здесь такой момент, у рекорда чувствуется немного вот это вот, его все-таки универсальность, то есть не могу сказать, что это комлистость, нет, это не комлистость, это именно универсальность, вот в Imperior уже такого не чувствуется, чувствуется, что удочка уже максимально легкая, то есть запасы здесь серьезного такого, как там, уже явно не чувствуется, то есть сразу есть ощущение, что удилище уже другого класса, ну, вот четыре с половиной метра я трясу, видите, так же, быстрое, быстрый строй, тут же она встает мгновенно, очень приятная, то есть именно вот такая вот серединка, да, это и не бюджет, это, и достаточно близко уже к спорту, пока не вышел последний, последняя уклеечная серия, Imperior, Superior, она позиционирует Imperior Pro как, в общем-то, топ, поэтому пока на нее цены хоть и поднялись, но не могу сказать, что это прям бешено большие, но опять же, это для кого как, да, для хорошей уклеечной палки, кто хочет, да, может купить, да, так, у меня в руках четверка, опять же, самая востребованная, в руках как пушинка, но лично для меня я бы чуть-чуть потоньше сделал комель, совсем немножечко, но это у меня не такая большая рука, но тем не менее, она лежит удобно, плотно, скажем так, да, видите, точность такой же строй, как у Рекорда, но она более деликатная, более быстрая и более сенсорная, то есть я вот сейчас даже беру, чуть-чуть касаюсь там двери, не знаю, там Константин берет в руки, и мне уже полностью передается в руку, да, уже вот любое абсолютно касание, это говорит именно о качестве угля, да, 3,5 метра, ну, вообще, пушинка в руках, и работает вверх, нагружаем, видите, да, так, и еще у нас осталось две штучки, это трехметровая, вот, ну, вот, то же самое, как вы видите, очень приятные, очень легкие палочки, в руках вызывают уверенность за счет толщины, комля, да, кому-то это нравится, кому-то, может быть, это не нравится, не могу сказать, что он очень тонкий, этот камелечек, да, но он и не толстый, и это часто не вызывает как раз усталость кисти, потому что уклейка это скоростная и темповая ловля, а вот как раз, когда достаточно толстый бланк, рука не устает, вот именно поэтому у двушки, да, вот я смотрю на камеру, видите, вот двухметровая палочка, специально идет утолщение, то есть, не хотели сделать бланк совсем тонкий, потому что вот этот вот прутик такой, да, он не очень приятен, но здесь тоже будет играть, соответственно, как вы понимаете, только коленца первая, только хлыстик сам, вот он и играет, ну и последний топ у нас, начинаем с пятерки, с самой длинной, сейчас я его трясу, ну максимально легкая, деликатная, то есть, я с ней бы был уже аккуратнее, то есть, ни о какой там карпике, карасике речи быть не может, то есть, это именно белая рыба, ладошка, ну, если попадется, по опыту, да, выведет она чуть покрупнее, ну вот вы видели, строй точно такой же быстрый, уклеечный, непосредственно, то есть, это удочка уже для вот, кому нужно прям вот деликатность на тоненького, да, которых хочет человек ощутить прям все прелести каждого движения плавника, даже уклейки, вот это имперор, суперор, она ваша, 4,5 метра трясу, нагружаем, вот такая работа бланка, чисто уклеечная палка, то есть, именно по уклейке должен работать вверх, дальше работать удочка уже не должна, как таковая, то есть, она может работать, конечно, но там уже вызывает вопросы риски, риски поломки, но вот эти палочки, я почему, вот есть моделька такая у меня, у Сабанеева, да, фотон про уклеечная, пятерка, вот она 96 грамм, насколько мне память не изменяет весит, вот она как раз не предназначена для ловли более крупной рыбы, крупнее ладони, грубо говоря, да, она может просто сломаться, потому что там, как ни нагружая, она держит свой строй, да, днется хлыстик, второй колено, она дальше уже чревата поломками, вот здесь вот сделано достаточно, видите, вот третье коленце, видите, я на, я про, да, она, она прогибается, и она будет на себя брать нагрузку, поэтому даже, несмотря на то, что палочка эта быстрая, уклеечная, с тонкими достаточно стенками, не супер тонкими, нет, это не папирусная бумага, имейте ввиду, но это вот максимально, вот сколько это можно было сделать удочку, деликатной, да, но в то же время не ломкой, это вот та грань, они остановились именно на той грани, где она осталась, сохранила свою деликатность, и осталась еще достаточно надежной, без рисков поломок, ну вот смотрите, вот такой быстрый строй, нагружаем, это 3,5 метра, до этого была четверка, ну вот смотрите, то же самое, вот она прогибается, давайте я прямо сейчас вот на свой страх и риск еще жестче нагружу, вот видите, какая парабола пошла, да, и последний у нас экземпляр, трехметровый, империор, супериор, пика, такая стрела, очень приятный луч, очень, прям такая быстрая, очень чувствительная, ну вот посмотрели, вот видите, так, так, Продолжение следует...